В сегодняшней программе... Церковь, я пророчествую вам, а в этом году, начав сеять, вы начнете процветать. Библия говорит, что Бог получает удовольствие в виде процветания Своего слуги. Если вы любите своего ребенка, вы хотите, чтобы он процветал и не был эгоистом, напрасно расходующим свои ресурсы. Вы хотите, чтобы у него было больше, чем достаточно, чтобы стать благословением. Те, у кого ничего нет, ни для кого не смогут стать благословением, потому что ничего не может ничем поделиться. Это очень глубокая истина. Вы можете записать ее. Когда фермер бросает семя в почву, оно исчезает, и оно мертвое. Фермер полагается на дождь, на то, что приходит с неба. Фермер зависит от Бога, который воскрешает семя. Когда Бог воскрешает семя, восстает не семя, а дерево, на котором много плодов. Каждый плод содержит много таких же семян. Согласны? Не нужно зависеть от видимых вещей. Нужно зависеть от невидимых Божьих ресурсов. Какой была земля обетованная, земля хэнэанская, в которую Бог обещал вести свой народ, люди вошли в землю, но не могли пользоваться рекой. Они зависели от дождя. Все с надеждой смотрели в небо. У вас может быть большая кровать и самое роскошное постельное белье. Но только Бог дает качественный сон, качественное время и качественные отношения. Их дает только Бог. Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Именно это. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Слава Господу! Сегодня я хочу поговорить с вами об одном человеке. О человеке, похожем на нас с вами. Библия представляет его как прототип верующего Нового Завета. Это человек Исаак. Исаак очень похож на нас с вами. Почему? Потому что он сын Авраама, а мы все семя Авраама. Я должен доказать это стихом из послания к Галатам. А если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. А вы Христовы, а вы принадлежите Христу. Тогда вы семя Авраамова. Мы не просто евреи, которые генетически являются прямыми потомками. Мы имеем больше, потому что вся полнота семени Авраамова – это Иисус Христос. Изучим историю о том, как Исаак столкнулся с голодом. Теперь мы знаем, что мы семя Авраама. Исаак тоже семя Авраама, поскольку он его сын. Так что его история – это наша история. Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимилеху, царю филистимскому. Кстати, филистимляне – это, говоря современным языком, палестинцы. То есть сегодняшние филистимляне – это палестинцы. «Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Что сказал Бог? «Не ходить в Египет». «Странствуй по сей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомство твоему дам все земли сей». Обратите внимание, что Бог сказал, «Живи в этой земле, я дам ее тебе». Но подождите, вернитесь к первому стиху, «Кто жил в этой земле?» Пошел Исаак к Авимилеху, царю филистимскому, в Герар. Представьте, что сегодня Бог скажет вам, а в разгар этого кризиса, «Я дам тебе собственность, дам тебе земли, дам тебе дама». Но сейчас в этих домах живут неверующие. Этими деньгами владеют неверующие. «Но я дам тебе то, чем они владеют». Переход богатства происходил в Библии очень много раз, и он произойдет снова. В 11 главе Второзакония Бог обращается к своему народу, когда тот вышел из Египта. И вот что сказал Бог, «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водой». В египетской земле люди зависели от реки Нил. Они зависят от Нила и сегодня. Река Нил — это символ природных ресурсов, чего-то видимого, то, что вы можете использовать. Что олицетворяет Египет? Что-то видимое. Бог сказал, «Не ходи в Египет». Другими словами, не нужно зависеть от видимых вещей. Нужно зависеть от невидимых Божьих ресурсов. Бог сказал, что введет свой народ, еврейский народ, в землю фананскую. Люди вошли в эту землю, но не могли пользоваться рекой. Они зависели от дождя. Все с надеждой смотрели в небо. Взгляды вверх. В небо есть одна особенность. Это сложно для плоти. Плоть говорит, «Покажите мне то, что я смогу увидеть. Покажите то, что я могу сделать. Покажите то, что я могу использовать. Зависеть? Ммм, тогда я стану уязвимой». Богу это нравится. Наступает такое время, когда у мира не будет другого выбора, кроме как зависеть от Бога. 26 глава Бытия. Исаак поселился в Гераре. Он послушался Бога и поселился в Гераре. Он не пошел в Египет. Что было дальше? Жители вместо того спросили о жене его, и он сказал, «Это сестра моя». Ничего не напоминает? Помните, кто поступил так же? Авраам. Его отец Авраам. Вполне очевидно, яблоко от яблони. Он сказал, «Это сестра моя». У него была веская духовная причина. Он боялся сказать, «Жена моя», чтобы не убили меня. Думал он, жители вместо всего Зервекку, потому что она прекрасна видом. Скажу вам прямо, я против лжи. Но несмотря на ложь Исаака с его духовной причиной страха смерти, что сделал Бог? Бог защитил его жену и его самого. Но когда уже много времени он там прожил, Авимилех, царь ферестинский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Рервеккой, женой своей. Ему стало понятно, что это не брат и сестра. Исаак вел себя так, что Авимилех понял, он вовсе не брат. И призвал Авимилех Исаака и сказал, «Вот, это жена твоя. Как же ты сказал, она сестра моя». Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее». Но Авимилех сказал, «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимилех повеление всему народу, сказав, «Кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». Видите в этом Божие благоволение, да? Царь Авимилех мог бы просто увидеть Исаака и забрать его жену. Но очевидно, на царя сошел страх Господень. Исаак обрел благоволение в глазах царя, и тот издал повеление, чтобы защитить их обоих. Хотя Исаак сам создал себе проблему. «Смотрите, что было дальше». Бог сказал, «Живи на этой земле, и я благословлю тебя». Иссея, Исаак, в земле, то и получил в тот год. В какой год? В какой земле? Вернемся к первому стиху. «Был голод в земле». Исаак сеял высохшую землю. В каком это было году? В год голода. Вернемся к 12 стиху. «И сеял Исаак в земле, то и получил в тот год ячменя во сто крат, потому что благословил его Господь. Церковь. Дьявол не хочет, чтобы вы сеяли, потому что вы семя Авраама. Когда семя Авраама сеет в голодный год в иссохшей земле, оно пожинает во сто крат. Причина одна. Его благословляет Господь. Его благословляет Господь. Библия говорит, что Исаак начал процветать. Он начал процветать в 30 крат. Он начал процветать. Церковь, я пророчествую вам, в этом году, начав все эти, вы начнете процветать. После 30 крат Исаак стал процветать. 60 крат, пока не стал весьма процветающим, во сто крат. Библия говорит, что Бог получает удовольствие, видя процветание своего слуги. Если вы любите своего ребенка, вы хотите, чтобы он процветал и не был эгоистом, напрасно расходующим свои ресурсы. Вы хотите, чтобы у него было больше, чем достаточно, чтобы стать благословением. Те, у кого ничего нет, ни для кого не смогут стать благословением, потому что ничего не может ничем поделиться. Это очень глубокая истина. Вы можете записать ее и поразмышлять об этом. Слово Божие актуально для нас и сегодня. А в чем секрет Исаака? Исаак сел. Можете сказать сел? А вы что-нибудь знаете о сеянии? Когда фермер бросает семя в почву, оно исчезает, и оно мертвое. Фермер полагается на дождь, на то, что приходит с неба. Фермер зависит от Бога, который воскрешает семя. Когда Бог воскрешает семя, восстает не семя, а дерево, на котором много плодов. В каждом плоде много таких же семян. Согласны? Вернемся к 26 главе бытия. Здесь есть важное слово. Я хочу привлечь ваше внимание к этому слову. И сеял Исаак. Это 12 стих. И сеял Исаак, то есть затем, в Библии нет ни одной незначительной детали. Здесь слово «и» связано с предыдущей историей. О чем она была? О жене Исаака. После того, как вопрос с женой был улажен, Исаак стал сеять. И Господь благословил его. Когда ситуация с женой разрешилась, тогда он сеял. Когда их брак больше не был фарсом, тогда он сеял. Связь, видите? Дьявол хочет разрушить семи, потому что знает, когда вы в согласии, вы становитесь непреодолимой силой. Иисус сказал, если двое или трое согласятся на земле просить о чем-либо, то будет им от Отца Небесного. Есть библейский принцип интерпретации под названием «закон первого упоминания». Когда какой-то объект упоминается впервые, он заключает в себе что-то важное. К примеру, слово «помощь». Кому из нас нужна помощь? Впервые слово «помощь» упоминается в связи с женщиной или женой. Это книга Бытия, вторая глава. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника». По закону первого упоминания, понятие «помощь» связано с женой. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Ваша жена — это не ваше препятствие. Ваша жена не против вас. Бог дал вам жену как помощницу. Я читал комментарий к слову «соответственный» в еврейской Библии. Это очень интересно. Еврейский раввин пишет о том, что такое «соответственный помощник». На еврейском слове «соответственный» есть два значения. Это из-за и против. Даже когда жена против, она помощница. Женщины, вы можете не соглашаться, но помогать нам. Не знаю, стоит ли рассказывать вам об этом секретном оружии, потому что я дам вам то, что поможет вам полностью контролировать вашего мужа. Я не уверен, что стоит, ведь я тоже мужчина. Так что, мужчины, простите меня, уважение. Оно больше любви. Уверяю, уважение нужно мужчинам больше, чем любовь. Девушке необходимо проявлять уважение. Есть причина, по которой часто случаются измены. Мы их не оправдываем. Мы просто делаем вывод на основе своих наблюдений. Зачастую дело не в мужской похоти. Она развивается позже. Чаще всего мужчина чувствует, что эта женщина на работе его уважает. Дома он не чувствует уважения, поэтому через какое-то время он начинает катиться по наклонной плоскости. Нужно, чтобы вы умели говорить с мужчиной уважительно, даже будучи не согласны проявлять уважение. Однажды Вэнди сказала мне, «Дорогой, я знаю, что ты глава нашей семьи. Я знаю, что все, что я говорю, это просто предложение. Так что не сердись. Я просто хочу сообщить тебе о еще одном предложении. Знаете что? До того, как я услышал то, что она хотела сказать, я уже растаял. Теперь я уязвим перед всем, что ждет меня на пути. И вполне понимаю проблему Самсона». В Библии, особенно в книге притчи, много раз говорится о льстивых речах. Мужчины так голодны, что покупаются на льстивые речи, чтобы взбодриться. Женщины никогда не говорите. Он не заслуживает моего уважения, потому что мужчина может ответить, что вы не заслужили его любви. Этот путь приведет вас в никуда. Перестаньте так мыслить. Поверьте, что есть порядок, задуманный Богом. Бог знает, что вам нужно. Бог знает, что будет нужно через пять лет. У вас есть муж. Если сейчас он не там, где Бог хочет его видеть, Бог приведет его туда. Поверьте. И верьте в лучшее в своем партнере. Когда вы вместе, у вас есть сила. Во Второзаконии 8 главе 18 стихе сказано, «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Библия не говорит, что Бог дает вам богатство. Многим из нас хочется, чтобы Бог дал нам богатство, но все иначе. Бог дает вам силу приобретать богатство. Слово «сила» на иврите звучит как «коак». Хотите немного изучить иврит? Это будет интересно. Мы прочитаем слово «невеста» справа налево. Вы в рейте, как и в китайском, слова читаются справа налево. «Невеста» звучит как «калах». Взгляните сначала на слово «коак». Первая буква этого слова «каф», вторая «хэт», «каф» и «хэт». Две эти буквы составляют слово «коак». Это слово означает «силу приобретать богатство». Теперь перейдем к слову «невеста». Читая его справа налево, виден букву «кав». Это первая буква в слове «невеста». Калах. Еще одно слово «жених». На иврите оно звучит как «хатан». Первая буква в слове «невеста» какая? Та же. Соединяем первую букву слова «невеста» и первую букву слова «жених». И получаем слово «как». Когда муж и жена объединяются, они обретают силу приобретать богатство. Неудивительно, что дьявол хочет вас разделить. Вы заметили, что когда вы разделены, в ваших финансах наступает хаос. Вам нужно согласиться. Вы даже можете согласиться быть несогласными в каких-то вопросах. Но главное — согласие. А вы согласились, что у вас разногласия. Давай согласимся быть несогласными. Но ты остаешься главой семьи, а я подчиняюсь. Аминь. Это сила приобретать богатство. Библия говорит в притчах, 18 главе, 23 стихе. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Ваше благоволение сидит рядом с вами. Аминь. Я пойду домой к своему благоволению. О, Аллилуйя. Вам так радостно идти домой. Там есть кто-то, кто знает о вас и хорошее, и плохое, и ужасное, и все равно любит вас. Иногда мы так теряемся в жизненных битвах, в суете повседневности, в ежедневной рутине человеческого существования, что забываем. Брак создан для наслаждения простыми вещами. Жена моя помощница, а не помеха. И весь народ доскажет на это Аминь. Последний пункт, и мы закончим. Вернемся к истории с Исааком. Он начал процветать. Слово «и» говорит о том, что в его брак пришел порядок. Они начали процветать, продолжали процветать и стали весьма процветающими. Кстати, должен сказать вам одну вещь. Некоторые люди, слыша о процветании, говорят недоверчивым голосом. «Пастор Принц, я уверен, что речь идет о духовном, внутреннем процветании, невидимом для других. Оно глубоко внутри». Что сказано в следующем стихе, у него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. Позвольте мне пророчествовать вам в этом году. Когда вы научитесь сеять в год голода, к концу этого года ваши филистимляне будут вам завидовать. Это будет видимое для мира благословение. И филистимляне будут завидовать. Но применимо ли это в Новом Завете? Посмотрим, что сказал Иисус, и закончим на этом. Это 10 глава Евангелия от Марка. «Иисус сказал истинно, говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня, Евангелие, и не получил бы во сто крат более». Заметьте, Иисус не призывает разводиться с женой. Отказаться от отца, отказаться от матери. Речь не об этом. Иисус говорит о моментах, когда вы не уделяете время жене ради Иисуса, поскольку вы лидер души попечения, или не уделяете время детям, потому что служите Господу и Его Евангелию. Возможно, вы упускаете из внимания детей, или жертвуете своим домом инвестициями или планами. Возможно, вы продаете свой дом или чем-то жертвуете ради Иисуса и Евангелия. «Бывает, что я еду за границу проповедовать и провожу там время, а дочь Джессика в это время переживает особенные периоды или отмечает праздники. Иисус его сдает мне многократно, когда я возвращаюсь. Он умножает время, которое я провожу с женой. Он обещал это, говоря о том, что мы оставляем ради Него. Речь не о разводе, а о жертвах. Человек, который чем-то жертвует ради Иисуса и Евангелия, получит востократ больше. Пастор Принц, это будет в небесах. Нет, сейчас. Дома, братья, сестры, матери. Заметьте, здесь не сказано о жене. Жен вы не получите. Прости, что разочаровал тебя, брат. Но сам видишь, слово «жена» в единственном числе. Что же изменится? Одна жена и качество. Качественное время. Прекрасная жена. Качественные отношения. Что значит качество? У вас может быть большая кровать и самое роскошное постельное белье. Но только Бог дает качественный сон, качественное время и качественные отношения. Их дает только Бог. Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком. Иисус предусмотрительно не упомянул жен, чтобы никто не думал о множестве жен. И детей, и земель. Сингапурцы земель, слышали? Иисус сказал, среди гонений. Так и будет. Причем тут гонения? Люди начнут обсуждать ваше процветание. Люди начнут вас преследовать. О, вы процветающий христианин. О, церковь Нью Креэйшн. Процветающая церковь. А ваш этот пастор, процветающий пастор. Да, гонения неизбежны. А вы не можете согласиться совсем, кроме последнего пункта. Даже если не согласитесь, гонения будут непременно. А в веке грядущем жизни вечной. Кто сказал, что вы не сможете иметь лучшее в обоих веках? Иисус сам сказал об этом. Получите ныне во время сие. А веки грядущем насладитесь вечной жизнью. Разве не чудесно? Вам нравится? Пусть на вас будут Божьи благословения. Вы посеете и пожнете в том же году. Голодом. Вы пожнете в иссохшей земле во сто крат. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Вы пожнете. Пожалуйста, сейчас склоните свои головы и закройте глаза. Все без исключения. Спасибо тебе, Бог Отец. Все обещания, все они для верующих. Они не для тех, кто не верит. Если вы еще не приняли Иисуса, сейчас я хочу дать вам такую возможность. Бог очень любит вас. Бог не тот, кто ищет любую возможность наказать вас или высматривает вас недостатки. Бог тот, кто, зная обо всех ваших грехах, послал своего Сына умереть на кресте за наши грехи. Иисус Христос отдал свою жизнь за нас. Все, что произошло, было божественным обменом. Когда Иисуса привели в Римскую приторию, там было множество солдат. Что они сделали с Иисусом? Они сорвали с Него одежду. Как это страшно. Стоять перед бандой солдат полностью раздетым. Почему? Потому что первый человек согрешил против Бога и стал нагим. Иисусу пришлось раздеться, чтобы одеть нас. В Него плевали, Его избивали, даже не догадываясь, что избивают и оплювывают того, кто заставил раступиться воды Красного моря, кто устроил путь там, где не было пути, кто давал хлеб с небес. Бог, который совершал чудеса, знаки, стоял перед ними совершенно безропотно, чтобы мы были спасены, чтобы мы могли переодеться из одежд стыда в Его одежды праведности. Когда Его распинали на кресте, Он закричал, «Отец, прости им, потому что они не знают, что делают». Они знали, что они делают с Ним телесно, но не знали, что они делают с Его сердцем и Его душой. И Он закричал, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Мы тоже можем кричать, «Отец, Отец!» Когда Иисус закричал, «Почему же Ты оставил меня?» Он не заслужил, чтобы Его покинули. Мы много раз заслужили, чтобы нас покинули. Однако Иисус был оставлен ради нас, чтобы Бог был с нами рядом, даже когда мы, подобно Исааку, допускаем ошибки. Он не покинет нас в долине смертной тени. Он будет рядом. Иисус заплатил за вас, чтобы вы имели общение с Богом, независимо от ваших поступков. А вы приняли Его. Он стал грехом вместо вас и подарил вам свою праведность. Я хочу прямо сейчас дать вам возможность принять Иисуса Христа, Сына Божьего, как своего личного Спасителя. Это не религия. Я не проповедую религию. В моем теле нет ни одной религиозной косточки. Я проповедую Иисуса Христа и отношения с Отцом Небесным. Он желает войти в вашу жизнь. Вы говорите, «Пастор Принц, помолитесь за меня. Я хочу, чтобы Иисус Христос вошел в мою жизнь». Тогда помолитесь вместе со мной. Где бы вы сейчас ни находились, помолитесь этой молитвой прямо сейчас. Положите руку на свое сердце, закройте глаза и вслух обратитесь вместе со мною к Богу и скажите Ему, «Небесный Отец, спасибо за Твою великую любовь ко мне. Ты увидел мою нужду, мой вопль, мой голод и позаботился обо мне. Ты послал Своего Сына и Иисуса Христа, Который умер вместо меня за все мои грехи. Он был наказан, чтобы не был наказан я. Он был проклят, чтобы не был проклят я. Он был отвергнут, чтобы не был отвергнут я. Его кровь очищает меня от всякого греха. Ты воскресил его из мертвых в знак того, что все мои грехи были удалены от меня кровью Иисуса. Иисус Христос, мой Господь и мой Спаситель, мой Бог отныне и навсегда. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Я верю, что вы были благословлены любовью и благодатью нашего Господа Иисуса Христа. Если это служение помогло вам пережить прорыв в своей жизни, мы хотели бы узнать об этом и порадоваться вместе с вами. Напишите нам и поделитесь своей историей. Мы рады, что вы продолжаете смотреть наши программы с проповедью Евангелия. Я молюсь, чтобы вы еще больше познавали нашего великолепного Спасителя и помнили, что Он для вас совершил. Мы благодарим вас за то, что вы посмотрели эту проповедь Джозефа Принца. Мы верим, что она принесла вам благословение. Чтобы получить более подробную информацию о церкви New Creation, зайдите на сайт, указанный у вас на экране. Там вы также сможете подписаться на бесплатную ежедневную рассылку от пастора Джозефа Принца. Вы сможете каждый день получать больше сил и вдохновения, ведь благодаря этой рассылке вы узнаете, как сильно вас любит Господь. Мы считаем, что ваша Десятина принадлежит той церкви, которую вы посещаете.